сейчас будет несколько пассажей на тему как научиться определять психотипы людей и свой тип личности и тут просто будет несколько не связанных между собой тест но они сами по себе такие автономные полезные пучки информации 1 нет универсального метода типирования есть 16 методов типирования о чем это говорит это как раз о том почему соционику до сих пор не причислили к официальной науке потому что разные методы типирования разные результаты типирования у разных мастеров да у разных консультантов почему не может быть одного универсального метода типирования пока типирует человек а не робот потому что если мы заставим наполеона или гексли типировать структурно логически у них не получится получить должных ответов которые бы они сами для себя поняли им будет неинтересно даже так типировать если мы попросим структурного логика типировать ну как попало просто запустив отдавшись потоку рассказывал про все и вся ему тоже будет трудно ему придется очень долго вычленять из этого вот так вот это про что было это про рациональность боже как все сложно ему нужно лучше конкретные вопросы задавать слышать там конкретный ответ и как бы идти блоками таким это я грубо очень грубо описал опять же самое главное что можно сказать в этой связи будет очень отличаться то как типируют логики и то как типируют этики у меня есть на этот счет и не только кстати у меня есть на этот счет свое устойчивое аргументированное мнение что лучше будут типировать этики всегда чем логики логики это не то что логики потеряны для соционики в принципе типа и валите отсюда нет между прочим именно логики сейчас в соционике разработали всю теоретическую базу и без них бы соционика была вот такая сейчас она сейчас вот такая то есть мы очень много знаем теперь благодаря логика но когда ты подпускаешь логика к человеку логик хуже чувствуют фактор вот этот тонкие факторы мотива в настроении человека почему он именно так сейчас ответил то есть логик думает если передо мной сил чел типироваться он сейчас передо мной сто процентов правди у него хорошее настроение у него программа должна идти строго четко без сбоев так думает подсознательно логик типа нужно степироваться пришел значит все будет логично правильно правдиво этих знаешь и нет вот сейчас только что вот он отвечал но у него там века левая дернулась а вот сейчас он вздохнул значит он имел ввиду немножко другое поэтому этих может гораздо больше уловить при типировании логик чуть-чуть будет ну как машина оценивать человека поскольку соционика наука о человеке я делаю вывод что лучше всего типируют этики ну никому не помешает что-то прокачать но в целом но в целом этики лучше типируют и среди них сейчас прошу прощения среди них я бы еще я когда я ударюсь полностью в соционический шовинизм и выделю такие типы которые типируют лучше всего то есть них наиболее сильная расположенность быть консультантом социоником типировщиком да это гюго дюма есенин гамлет гексли вот вот примерно эти типы я не буду сейчас объяснять каждого конкретно подробно почему в целом вы и так можете догадаться уже с тем многоориентированные такие очень они не квадратная голова вот эти все люди они человека ориентированы не чувствуют эмоций даже вот здесь в группе мы видели как на вышеназванные люди насколько они как бы одну более точное ответы назвали но по крайней мере лет я это заметил это говорила еще сама ausro что даже два дуала или даже квадра то есть семья не может увидеть всю полноту мира быть полностью объективным человек не может как не может быть объективны и все квадра объективное видение мира может представить только весь социалон. Вот если мы соберемся вместе и решим загадку смысла жизни глобального человеческого, будет круто. Продолжаем тему, как научиться определять психотипы людей и свой тип личности. Заметьте, я сейчас буду говорить тоже про принцип интервьюирования и опроса, но то я просто говорил про общую технику, интервью, консультация, как это в общем происходит. Это было больше про этику. Сейчас я больше рассказываю про эффективность, как сделать сам процесс типирования эффективным. Вот, поэтому первое, что я сказал, нет универсального метода типирования, то есть не претендуйте никогда, что ваш метод будет хорошим, просто потому что он ваш. Вы можете ведь типировать очень по-разному. Вы можете типировать просто через стихии, думая категориями стихии. Так, стихии такие, стихии сякие. Вы можете типировать просто через дихотомии, забыв про стихии. Или вы можете типировать через функции. То есть вы можете типировать дихотомии, функции и этеротипы. Можете сопоставить? Будет вообще 3D, 4D картина. То есть, ну, мы же все учитываем, да, как аналитики. Поэтому лучше ретипировать всеми вот этими конструкциями со всех сторон, тогда будет такой 3D-шный слоник. Даже если мы определим все дихотомии, даже не зная их по функциям, их набор подскажет, кто это. Не бывает человека с одинаковым набором дихотомий. Ну, то есть, двух похожих, я это имел в виду. Поэтому просто даже, если вы не думали ни разу про волевую сенсорику, этику отношений, не думали про это. Просто знаете, что этик и сенсор, все, вас сразу уже, ну, направляют там куда-то в сторону Гюго, например, или в сторону Драйзера.